На участке фронта в Славяносербском районе ЛНР продолжается обострение. Подразделения украинской армии наносят удары по прифронтовым поселкам из тяжелого вооружения, разбивая людям жилье перед грядущей зимой. Как сообщала «Русская весна», 26 октября боевики в СУ наносили минометные удары сразу по нескольким населенным пунктам. С. «Хорошее», С. «Пришиб» и С. «Сокольники» были обстреляны из 82-мм и 120-мм минометов. Пресс-служба армии ЛНР опубликовала репортаж о разрушениях в селе Пришиб, где пострадало сразу шесть домов. Местная жительница Галина рассказала, что было попадание в дом родителей мужа. В ее дом тоже залетело несколько осколков. В ответ защитники Донбасса накрыли позиции врага, уничтожив одного карателя и ранив еще одного. Вечером 27 октября ударом армии ЛНР была уничтожена также колесная техника в СУ. Кадры с горящим военным грузовиком ЗИЛ опубликовала пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север». Каратели заявили, что техника была уничтожена в районе села Кряковка, которая расположена напротив Сокольников, на противоположном берегу реки Северский Донец, выступающей непосредственно линией разграничения. Украинские вооруженные формирования осуществили минометный обстрел населенного пункта Пришип Славяно-Сербского района. Пострадали шесть домостроений. По счастливой случайности жертв удалось избежать. Наш, это моего мужа дом, родительский дом. Да, там заборы, ну, сами видели все. А именно где мы живем, осколки попали в коридор и в кухню. Кухня окна разбита. Таким образом, невзирая на проведение переговоров контактной группы, украинская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Луганской Народной Республики.